всем привет сегодня будет весьма интересная статья для тех кто болеет как использовать прополис для различных болезней эта статья написана в журнале пчеловодство 1963 года номер один ставьте лайки подписывайтесь не забывайте сказать спасибо смотрите мои видео на канале павел би очень много интересных вещей и так статья называется туберкурс легких и прополис она была написана каримовым завкафетра микробиологии казанского медицинского института и родионова кандидат медицинских наук то есть статья проверено учеными и то что испытали на практике сейчас я зачитаю какие свойства прополиса очень важны для каждого человека если он имеет какие-то такие болезни то он может возможно и излечиться ну с меньше с меньшими затратами естественно высокие лечебные профилактические свойства меда и пчелиного яда применяются в народной медицине с глубокой древности подтверждены многими научно-исследовательскими и клиническими данными на протяжении многих веков не меньшей популярностью пользуется и прополис однако научно обоснованные данные о его лечебных свойствах получены лишь последние годы прополис в кавычках пчелиный клей смолистое вещество с приятным запахом зеленого-желтого или бурого цвета состав его не постоянен в него входят смолы бальзамы эфирное масло ароматические вещества воск и некоторые примеси прополисе содержится витамины а в си пи ну тут по-английски написано то я прочитаю так эйби си пи английские буквы почему-то в русской как говорится журнале но эти витамины никотиновая кислота и другие вещества его состав изменяется в зависимости от сезонных условий и особенности растительности той или иной географической зоны исходные вещества из которых образуется прополис к сожалению еще точно не установлены существовало мнение о пыльцевом происхождении пропольца но последнее время вернулись к старому представлению о том что пчелы собирают прополис с почек различных деревьев пчелы используют прополис для полировки ячеек в сотах заделывания литков замуровки вредителей заклеивания щелей то есть как строительный материал но основа на основании изучения свойства прополиса казанском ветеринарном и медицинских институтах предложены различные лекарственные формы мази из нативного прополиса экстраты на вазелине и сливочном масле спиртовой раствор водно-спиртовая эмульсия прополисовое молоко и прополизат первые данные о бактерицитных свойствах прополиса в отношении некоторых патогенных микроорганизмов каких такие организме как стафилококки стрептококки синегнойной палочки кишечной брюшно-тифозной палочки возбудители рожи свиней получены еще кивалкиной на кафедре микробиологии казанского ветеринарного института то есть он способствует улучшению организма также антимикробные же свойства прополиса в отношении возбудителей туберкулеза дифтерии сифилиса лептоспироза патогенных грибков и ряда других патогенных микроорганизмов впервые установлены на кафедре микробиологии казанского медицинского института то есть помогает при наличии у вас таких болезней если вы будете употреблять для профилактики этот прополис у вас будет улучшение литературные данные о положительном действии прополиса на течение туберкулезного запаливания легких побудили нас провести наблюдение над действиями этого пропората у группы больных в условиях туберкулезной больницы а также амбулаторно лечение прополисом подвергались в основном больные с далеко зашедшим запущенными формами туберкулеза легких на которых обычно применяемые аппараты не оказывали желаемого эффекта есть еще другие препараты и лекарства но они уже таким людям не помогали то есть человек списаны наблюдение проводилось над 45 больными туберкулезом легких в возрасте от 18 до 50 лет из них 25 лечились в условиях стационара республиканского противотуберкулезного диспансера а 25 а 20 амбулаторно у всех больных были обнаружены палочки коха больные получали прополис в сливочном масле два три раза в день по 10-15 граммов натощак за 1-1 с половиной часа до еды за час час полтора до еды ну масло сливочное кушать натощак это не страшно из прополиса он приятный на вкус процессе лечения концентрация прополиса в масле повышалась от 10 процентов до 20 процентов на основании наблюдений мы пришли к выводу что наилучшим оказалось прополисовое масло 15 процентной концентрации на один килограмм масла 150 граммов прополиса разводится при экстрации прополиса в масле в течение 15-20 минут то есть при в течение этого времени разводилась масса она должна состояться там больным которые не переносили масло давали спиртовой раствор прополиса который готовили 20 или 30 процентной концентрации для этого 200 или 300 граммов очищенного от механических примесей мелко нарезанного прополиса всыпали во флакон с притертой пробкой заливали одним литром спирта ректификата плотно закрывали пробкой и тщательно встряхивали в течение 30 минут ставили в темное место и через сутки вновь встряхивали не менее 30 минут раствор готов к употреблению раствор отстаивается на дно склянки выпадает двуслойный осадок серого вата бурого цвета нижний его слой состоит из грубых частиц воска а верхний мелкозернистый зеленоватого цвета и еще не успевших раствориться частиц прополиса верхней части флакона отстаивается прозрачный коричневого цвета спиртовой раствор прополиса в зависимости от качества и концентрации прополиса цвет готового раствора изменяется от влетно-желтого до темно-коричневого больные принимали спиртовой раствор прополиса по 20-40 капель на полстакана теплой воды или молока за час и полтора до еды перед употреблением раствор рекомендуется взбалтывать то есть можно употреблять спиртовой или масло сливочное многие больные до начала лечения прополисом получали большое количество антибактериальных препаратов в стационаре одновременно с прополисом некоторые из них назначали также антибактериальные препараты то есть и совместно с прополисом амбулаторные больные в основном лечились только прополисом антибактериальные препараты променялись небольшом количестве и кратковременно главным образом перерывах между приемами прополиса. Из 20 амбулаторных, которые не были на стационаре, больных 18 в прошлом приняли большое количество антибактериальных препаратов, которые не дали должного эффекта. У двух применение антибактериальных препаратов было невозможно из-за появления побочных действий. Все больные хорошо переносили прополисовое масло, и лишь двум пришлось заменить его спиртовым раствором ввиду кишечных расстройств. Лечение продолжалось от 4 до 10 месяцев, в течение которых больные получали от 4 до 7 и более килограммов прополисового масла. В результате лечения у всех 24 больных фиброзно-каверносной формой туберкулеза наступило улучшение общего состояния, снизилась температура, РОЭ, не знаю, что это такое, прекратились кровохоркания, уменьшился кашель и выделение мокроты, улучшился аппетит, улучшился сон, исчезли боли в области груди и так далее. То есть наступило улучшение. Рентгелогически было установлено некоторое рассасывание очаговых изменений, уменьшение каверн и в двух случаях мы обнаружили закрытие карн с исчезновением палочек из мокроты. Например, приводят историю одной болезни. Проводим данные из истории одной болезни. Больной, 35 лет, болен туберкулезом легких с 1951 года, когда у него были обнаружены двусторонний инфильтративный процесс, лечился двусторонним искусственным пневмотораксом, который справа был распущен как неэффективный. В 2009 году по поводу обострения процесса и легочного кровотечения дважды лечился в туберкулезном госпитале, где принимал втифазит и паск. Применение стрептомедцина было невозможное запобочных действий. По поводу правостороннего фиброзно-кавержного процесса больному в госпитале было предложено хирургическое вмешательство. Операция торакопластика справа, от которой он отказался. С 10 августа 1960 года он начал амбулаторно лечиться прополисовым маслом. Других лечебных препаратов не применял. Примерно через 7 дней почувствовал улучшение общего состояния. Уменьшился кашель, улучшился сон, аппетит, а через 2 месяца почувствовал себя хорошо. Хотя каверна в правом легкой еще не изменилась и палочки в мокроте еще обнаруживались. При обследовании больного в мае 1961 года отмечено хорошее самочувствие. При рентгеновском обследовании каверна перестало определяться. То есть рассосалось очаговое заболевание. Палочки в мокроте не найдены. Ну это то, что и требовалось. Из 6 больных диссеминированным туберкулезом легких у 4 получено значительное уменьшение очагов. У 2 больных объективные данные остаются в прежнем. У больных с очаговым и другими формами туберкулеза легких наряду с улучшением общего состояния туберкулезный процесс легких подвергся обратному развитию. То есть на уменьшение пошел. Правда все они наряду с прополисовым маслом лечились и антибактериальными препаратами. У нас создалось впечатление, что у них применение прополиса ускорило процесс обратного развития. Таким образом, если мы не получили заметного эффекта видимого лечебного, то все же почти у всех больных из 43-45 улучшилось самочувствие уже через 7 дней после начала лечения. Исчезли боли в области груди, снизилась температура, улучшился сон, аппетит, уменьшился кашель, повысился общий тонус. И лишь у 2 больных с тяжелым необратимым формой туберкулеза применение прополисового масла дало кратковременный эффект в виде небольшого снижения индоксикации. Механизм действия препаратов прополиса на больной организм пока еще не выяснен. Но уменьшение кашля, улучшение аппетита и сна, по-видимому, связано с содержанием прополисов смол и бальзамов, а также с его антистезирующим действием. Таким образом, наши работы позволяют сделать вывод, что прополис может служить дополнительным средством в общем комплексе лечения больных туберкулезом легких. При непереносимости антибактериальных препаратов, а также появление устойчивости к ним применения прополиса может благоприятно повлиять на улучшение общего состояния больных и течение заполивания. При запущенных необратимых формах туберкулеза прополис, по-видимому, способствуют улучшению. Вот такая статейка. До встречи, до свидания. Ставьте лайки.